друзья привет сегодня будет коротенькое видео на тему что происходит с бизнесом автомобилей с аукционов японии мы находимся в порту сзади нас очень много машин погодка как раз под так себе новости но сейчас мы каждый вопрос разберем в этом видео поехали ребят вопрос первый принимают ли дилеры ставки из россии до аукционы работают и когда ушли российские покупатели потому что отвалилась но 90 95 процентов покупателей цены на популярные автомобили такие как fit филдер not harrier и даже крауны и прочее цены подупали в зависимости от модели падение цена но разные где-то там на 500 долларов где-то на 2000 а где-то на целых пять и более тысяч долларов вот поэтому цены очень вкусный на аукционах но с учетом возросшей пошлины потому что она считается у нас евро автомобили все равно выходят дороже чем они были до спецоперации но если у вас лежат рубли и вы хотите куда-то их вложить то правый руль я считаю в данных условиях один из лучших вариантов вложения денег вот японцы с нами работают японцы принимают ставки автомобили покупаются второй вопрос покей купили автомобиля как же отправить деньги в японию потому что вроде бы в новостях в информационных всяких пабликах разных соцсетях публикуют информацию о том то что россия отключен от свифта отключены от свифта некоторые банки они будут вот здесь списком это эти банки сейчас меняют свои корреспондентские счета и деньги идут не через сша не через ес а там через банк китая и какие-то еще другие банки мы до конца даже не знаем но банки подстраиваются чтобы работать чтобы выполнять свои функции финансового института мы постоянно тестируем банк тинькофф альфа банк банк приморья банк приморья это касается мера приморского края там есть отделение в хабаровске вот смотрите все другие банки которые не попали в этот санкционный список они отправляют деньги и деньги доходят до японии у нас оплатили несколько клиентов автомобиля уже после 24 02 поэтому все окей то же самый сбербанк про который много говорили то что его активы заморожены в сша но активы это активы а его платежи от физических лиц в пользу каких-то компаний в нашем случае это японские дилеры вы покупаете для себя товар личного пользования вы их оплачиваете ваши деньги никто не остановит никто не заморозит и никто не заберет даже если платеж не прошел он возвращается в тот банк через который вы его отправляли вы не санкционное лицо вы не правительство российской федерации вы не бизнесмен который попал список санкционных лиц поэтому даже если платеж не прошел ваши деньги вернуться на ваш счет и вы можете сделать оплату через другой банк вот поэтому свифты работают все окей ты купил машину пошел оплатил ее в банк по инвойсу либо через приложение тинькофф все работает ребята вопрос 3 купили оплатили а как же доставить поговаривают то что автомобили из японии не отправляют в россию полная брехня опять же эти но новости пишут всякие паблики для того чтобы накрутить себе рейтинга чтобы собрать больше внимания вот на самом деле отменили одно большое судно компании сель это очень большие ребята у них очень дорогие суда ну и они переживают за всю эту ситуацию поэтому я их понимаю но с нами работают но с нами с россией работают все остальные суда сейчас я вам перечислю суда которые сделали уже по нескольку рейсов начиная с 24 02 nexu сокол ангара енисей индигирка эльга и малайзия старт сейчас плывет это кстати судно чуть-чуть поменьше тоже принадлежит компании есть и эль ребята в общем логистика работает и все вот эти новости это просто фейк потому что еще раз напоминаю поймите самое главное то что все санкции вводятся против правительства и мы обычные физические лица которые покупают товары для личного потребления автомобили был с аукционов японии аукционы работают дилеры ставки принимают банки отправляют деньги логистика работает корабли ходят таможня российская растамаживает позади меня этажерка там свободен только самый верхний этаж все остальное зобито просто вы посмотрите поля автомобилей которые приходят таможатся и ждут своих хозяев пока их вывезут вот позади нашего оператора еще стоит судно sanrio это тоже паром на небольшое судно которое кстати говоря зимой привезла замороженные автомобили которые облетели вообще все телеканалы и говорят блин автомобиль из японии возить опасно тогда мы думали что вот это опасно и что эта проблема замороженные тачки бывают иногда приходят на сейчас вообще проблемы другого калибра вот но только не у этого бизнеса то есть мы физические лица мы покупаем себе машины поэтому у нас и с платежами и с логистикой все в порядке новости о том то что автомобили не возят в россию из японии это фейк ребят следующий вопрос это может ли автомобиль подорожать пока он едет россию да может если у вас бюджет миллион рублей и мы вам говорим там ваш автомобиль там toyota филдер например будет стоить миллион рублей мы его покупаем в миллион и у вас нету даже миллиона 50 тогда воздержитесь от покупки либо закладывайте покупку 900 пусть у вас будет подушка 100 тысяч рублей курсы все равно сейчас пока непонятно когда это все кончится поэтому лучше иметь подушечку денег чтобы в случае подорожания увеличение стоимости евро потому что пошло насчитывается в евро евро подрастает пошло подрастает чуть-чуть вылетаем за бюджет поэтому подушечка денежная должна быть обязательно автомобили могут подорожать но также они могут и подешеветь то есть сейчас если ребята наверху начнут договариваться там рынок начнет успокаиваться валюта начнет дешеветь ну и соответственно уже филдер будет стоять не миллион рублей там а 950 970 вот поэтому трезво взвешивайте свои возможности могут ли быть задержки в данный период но пока мы не наблюдаем каких-то очень больших задержек то что компания и 7 сняла свои пароходы большие это конечно же чуть-чуть корректирует сроки но не так что в два раза там даже не в полтора то есть буквально там сейчас плюс неделя новые покупки в большинстве своем покупатели не совершают потому что там рынок они все затаились вообще вся страна затаилась и покупают единицы на данный момент сейчас самые смелые ребята которые хотят вложить свои сбережения поэтому очередей на отправку меньше сюда ходят потому что это их заработок они грузятся и совершают рейсы япония владиосток поэтому на данный момент я вам скажу так то что задержки минимальны поэтому все байки опять же из интернета то что сейчас там не отправляют большие задержки предела а кому-то даже особые особо хитро продуманные предприниматели которые продают места на паром и они предлагают добавить там 200 300 долларов чтобы автомобиль человека ушел быстрее это такая фигня просто потому что суда ходят по расписанию все окей на данный момент друзья и какой вот хочу сказать концепт смотрите позитивная моя фантазия на тему будущего то что ребята наверху начнут договариваться и все-таки это вся спецоперация начнет сходить на нет вот тогда рынке начнут успокаиваться там частично снимут санкции наша валюта начнет крепчать там и прочее и мы будем возвращаться примерно в ту же жизнь которую мы жили но уже все равно будут новые реалии курса доллара к рублю по 75 уже я думаю никогда не будет и он будет там 90 тире 100 вот но можно жить дальше то есть как показывала история нам там ближайших 10-15 лет смотрите люди покупают автомобили они ищут куда вкладывать деньги потому что сейчас ключевая ставка у cb 20 процентов ипотеки нету поэтому сейчас складывать недвижку уже поздно там вкладывать в бытовую технику не имеет смысла она после того как она был она не ликвидна в какие-то ювелирные изделия и прочие какие-то но вещи которые всегда имеют ценности блин я у там не специи тоже не особо вижу сохранения рублей вот и на дальнем востоке уже показали годы что правый руль относительно свежая машина с гибридными технологиями она актив на территории дальнего востока и даже сибири поэтому если у вас есть рубли и вы хотите их сохранить прикупить сейчас какой-то праворуке автомобиль даже не обязательно с японии а просто без пробега что-то по интересной цене стоит вашем городе я думаю это хорошая инвестиция будущее даже не инвестиция хотя подорожает со временем все равно эта машина за сколько за сколько вы бы ее сейчас не купили но она факт сохранит ваши рубли в данное нестабильное время но и еще имейте ввиду то что все-таки гибридные технологии делают ваш расход меньше и сейчас все расходы свои подбивают выписывают так от чего можем отказаться и поэтому гибридная машина как никогда кстати в вашем владении будет экономить ваш бюджет на позиции расходы на бензин вот ребят в общем ждем новостей наблюдаем поэтому кто-то ждет какой-то фиксации финансовой обстановки кто-то вкладывает во что понимает кто-то в крипту кто-то в недвижку кто-то в машины ребят ждем новостей как вариант можно купить машину с аукционов японии все работает мы на связи звоните контакты будут внизу пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля